Всем привет, вы находитесь на канале BigfireApple и я опять облажался. Помните историю с Sales American Store? Если не помните, то я кину ссылку на этот ролик, когда меня чуть не лоханули с iPhone 6, но я успел забрать деньги. В этот раз я лоханулся, но уже менее или более серьезно. Я точно не знаю пока что. В общем-то, я нашел на вид объявление iPhone 7 за 30 тысяч, когда все остальные стоят по 33, по 36. Ну и шел, ну пофиг, куплю. Позвонил женщине, она сказала, что все запечатано, нормально, типа муж выигран на работе. Ну я такой на радостях договорился о встрече. Вот, приезжаю, покупаю. Коробка была запечатана в салфановый пакет, то есть там нормально, без тыков, без всего. Я при ней распечатал, вот какого-то там iPhone, нормальное состояние было. Вот, он был даже запечатан, ну вот в такую пленочку, без пупыров, без всего. Я чекнул при ней гарантию, и там какая-то херня была, что, типа гарантия остался всего месяц, хотя телефон абсолютно новый, он не использовался, там никаких царапин, ничего нет, это я просто так заляпал. То есть тут все рабочее, нормальное. Ну я такой, ну ладно, все нормально, типа. Странно, что гарантия, она сказала, типа его может быть кто-то активировал, блять, когда проверял. Ну точно не знаю, короче. Ну вот, приезжаю домой. Вот эти вот комплектующие я забыл проверить. Тут вот макулатура, все нормально, скрепочка есть. А вот вся, самый, самый проблемный через дома, когда я приехал, и начал подробнее рассматривать инкентацию. И короче, вилка, например, не оригинальная. Смотри, Китай. Наушники. Как вы думаете? С на оригинальным айфоном идут наушники с лайтингом. А эти наушники, тут есть переходник, а наушники там обычные с 3,5 миниджек разъемом. Пошел дальше смотреть. Смотрю уже на провод. Провод, блин, тоже оказался не оригинальным. Короче, каза меня это обмануло. В общем-то, сегодня я его выложил на авито за 30 тысяч, то есть на 1000 дороже, купил я его за 29 тысяч. То есть, он нормальный абсолютно, айфон, он активируется, я при ней активировал, все нормально, он смотрел в игрушке. А потом подумал, решил, блин, что-то как-то не хочется. Вдруг этот телефон восстановленный, хотя по серийнику там все нормально абсолютно. Телефон абсолютно новый, семерочка на 32 гигабайта. Ну, в общем-то, вот так вот я лоханулся. Не берите телефон из рук, не берите восстановленный телефон, лучше возьмите телефон подороже, но зато он будет оригинальным. Если вы смотрите это видео, значит я его уже продал и могу сняло его выкладывать. И, кстати, вот, смотрите, я еще не обратил внимание, что наклейка тут полное дерьмо. Если на оригинальных айфонах, вот, там все нормально, там напечатано, то здесь вот китайская, совершенно криво наклеенная наклейка, вот, собственно. Видите, она даже грязная какая-то. И заляпанная в говне в каком-то. А, да и вообще я попользовался... И вообще я попользовался айфоном 7 в течение дня и понял, что он ничуть не хуже, ничуть не хуже, чем айфон 6. Да, немного быстрее, но, блин, разница незначительная. Просто я обновил айфон 6 на iOS 11, и она просто тупо тормозит. Это просто что-то нереальное. Просто я обновил айфон 6 на iOS 11, и она просто тупит ужасно. Смотри, как. Не обновляйте, короче, на iOS 11, пользуйтесь своими старыми девайсами и не покупайте установленными или, я не знаю, какие телефоны. В общем-то, продал я айфон 7 на 32 гигабайта. По сути, один день владения этим айфоном мне обошелся в 2000 рублей. Ну, слава богу, продал он мне хоть груз в душе, упал. Но самое смешное, что когда я шел продавать этот айфон, я перебежал дорогу, и меня остановил ДПСник, и еще он мне выписал штраф за переход в неположенном месте. 250 рублей. То есть, за два дня я потратил 2200. Просто, блин, 2250 просто так. Жестко-жестко. Ну, короче, это цена ошибки. Вот, я это осознаю. И теперь буду с умом подходить к покупке дорогой техники. Буду покупать только в официальных магазинах. И буду пользоваться дальше шестеркой, потому что, блин, счета семерка мне не зашла вообще. И там наушников нету. Ну, такая вот херня. Всем пока.